Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Всем огромнейший привет! Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов, привет огромный всем передаем. Здорово, что вы с нами. Мы очень рады, потому что сегодняшний концертный зал имени Мари Краймбери. Всем привет! Привет! Привет тебе огромнейшая. Невероятной красоты. Нежный розовый цвет с белым. И это для тех, кто вдруг нас слушает и не имеет счастья. Я под тебя одевалась сегодня. Спасибо. И потрясающей красоты цвет на губах. Это что за цвет? Расскажи, как вам нравится. Просто фиолетовая помада какая-то. Я не знаю, фирмы же нельзя озвучивать. Хотя меня постоянно спрашивают. В общем, мальчики и девочки, включайте. Фиолетовый цвет, цвет людей сумасшедших, так что вот. Ну что, что так? Об этом мы обязательно поговорим. Включайте, в общем, непременно наши видеотрансляции. 742-я кнопка Триколор ТВ, приложение, наш сайт. И еще, между прочим, у нас идет прямая трансляция в Инстаграм. Страна.ФМ. Заходите, пожалуйста, потому что сегодня мы с Мари общаемся, мы с Мари поем. Мари поет, а мы, конечно, так танцуем. Мари пришла не одна. Представь нам, пожалуйста, своего спутника. Это Андрей Генчев, человек, с которым мы написали самую первую, наверное, «Давай навсегда». И вот с тех пор не расстаемся. Нет, даже парадокс, все раньше начали. Четыре года работаем вместе. Ты можешь поздороваться. В следующем юбилею. Привет. Давайте сразу, как познакомились. Ой, я пришла устраиваться в продюсерский центр хореографом, а он там работал звукочем. И я тогда еще с музыкой, ну так, как-то не очень дружила в Москве, только переехала. Да, на «Вы» была. И потом в какой-то период мне почему-то захотелось заниматься музыкой гораздо больше, чем танцами. Я пришла к начальнику своему по хореографии и сказала, «Здравствуйте, а можно я буду работать бесплатно хореографом, но взамен запишу альбом?» Он сказал, «Ну да, можно вообще без проблем». И там было два звукорежиссера. Один был такой какой-то более молодой, дерзкий. Дерзкий. Нет, наоборот, такой молодой, дерзкий. А второй был очень добрый, такой кудрявый Андрюшка. И мне почему-то захотелось работать сильно с ним. Сердце тебе подсказало, да? Да, сердце подсказало. Первый мой звукорежиссер в Москве, и вот по сегодняшний день работаем вместе. Попоем. Давай, давайте кроем. Хочешь, я станцую в такт с тобой? Под лобной. Автострада, ночи радио, пустая дорога домой. Ты город мой спящий, как ненастоящий. В твоей тишине растворюсь. Решать не спеши, разреши. Я в тебя влюблюсь. Меня так тянет и тянет, кроет и кроет. Когда рядом тебя нет, никому кроме. Так не тянет, не тянет, кроет, не кроет. Когда рядом тебя нет, нет никого кроме. Ты тянет и тянет, кроет и кроет. Когда рядом тебя нет, никому кроет. Меня так не тянет, не тянет, не кроет, не кроет. Когда рядом тебя нет, нет никого кроме тебя. Стерва и терпеть мои капризы. Так сложно. Но первое, я пришлю тебе эскизы. Жизни, в которой возможно все. Давай падать на крыше там. Я буду тише там. Я буду вдоль облаков. Я люблю, когда трезво. Чувствую ревность. И знаю, что ты только мой. Меня так тянет и тянет, кроет и кроет. Когда рядом тебя нет, никому кроме. Так не тянет, не тянет, не кроет, не кроет. Когда рядом тебя нет, нет никого кроме. Ты тянет и тянет, кроет и кроет. Когда рядом тебя нет, никому кроет. Так не тянет, не тянет, не кроет, не кроет. Когда рядом тебя нет, нет никого кроме тебя. Чаще всего бывает так, что я приезжаю и говорю, ну, я очень начинаю злиться из-за того, что он не слышит минус, который играет в моей голове. Ну, объясню, почему это происходит. Я не играю в музыкальных инструментах. Ты думаешь, есть люди, которые слышат этот минус, кроме тебя? Очень хотелось бы. Должны быть такие обязательно, конечно. Я приезжаю и говорю, ну, Андрей, ну смотри, смотри, ну вот. И он начинает подбирать мне эту гармонию, говорю, нет, ты не понял. Говорю, тум-тум-тум-тум. И Андрей такой, а, ну понял, да, тум-тум-тум-тум. И все, и он начинает переигрывать. Андрей, спасибо. Примерно как-то так, наверное, да? Да, спасибо. Мари, нет совершенно музыкального образования, но это не мешает набирать популярность артистке и миллионы-миллионы поклонников уже. Мне очень понравилась твоя история искренне о том, как ты однажды, совершеннажды пыталась позаниматься с педагогом по вокалу. И больше, чем полчаса занятие так и не прошло. Ну, даже меньше, чем полчаса это прошло. Даже меньше. Да, я очень извинялась. Правда, это педагог, я не могу назвать ее имени, но она работала с артистами, которых как бы все слушают и все ходят на их концерты в Олимпийский. И она поражалась меня просто и сказала, у тебя все получится. И без меня я тебе не нужна, да? Ну, тебе было некомфортно или она тебе говорила какие-то вещи, которые совершенно не близки были? Мне было очень смешно и очень дико от того, что я до такой степени тогда еще вообще была с низкой самооценкой, что мне было безумно стыдно за то, что я сейчас пытаюсь приблизиться к какому-то искусству, которым я вообще не владею. То есть я не могу браться за то, чем я не умею заниматься. Вообще не люблю себя чувствовать в чем-то, не первой. Если я уже за что-то берусь, то я знаю, что я в этом буду круче всех. И все, и поэтому как-то я уже понимала о том, что если мне учиться вокалу, заниматься кавер-музыкой, заниматься какими-то такими прям вокальными песнями, не в моем стиле, а в стилистике всех поп-артистов, у меня это вообще не получится. Но и тем не менее ты пошла к преподавателю. Да, потому что я опять-таки повторюсь, наверное, у меня была очень низкая самооценка. Очень. Меня настолько все постоянно, я стараюсь как-то мат сейчас заменить, оскорбляли и унижали, то есть принижали в плане музыки. Даже родители, да, ты тоже рассказывал не раз, заходили в комнату и говорили, что хватит орать. Да, хватит орать. Когда ты пела, ты, в общем-то, занималась. У меня папа вообще узнал, что я пою, когда уже клип «Давай навсегда» мы презентовали первый раз на телеканале. И даже мама не поддерживала, скажи. Нет, и у меня мама более того с музыкальным образованием, и она всегда говорила, господи, только не пой. Пожалуйста, танцуй, что угодно делай, только не пой. Это вообще, это ужасно звучит, у тебя не получится. Мама строгий критик, у тебя есть такая информация. Сейчас как она? Ой, слушает все. Но постоянно звонит, уже такая говорит, ну слушай, да мурашек, да мурашек прямо. А как ты думаешь, вот то, что ты не находила, так скажем, людей, которые бы тебя поддерживали в свое время, это тебе помогло, это сделало тебя сильнее? Да. То есть все к лучшему. Я сейчас думаю о том, что если бы меня тогда поддержали, я бы так сильно не напрягалась, и я бы так сильно не достигала, что все, я и так прекрасна, я и так уже просто королева сцены и готовая. Ну а финансово-кредитная организация где-то училась, помогло тебе это образование экономическое? А финансово? Так, смотрите, значит, вот я отучилась нормально, и то поставилась тут весну, половину предмета мне дали автоматом, естественно. Притом я пришла в институт, когда там все пять курсов были, которые уже поставили свои номера, и я сказала, не, плохо, 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 так, делаем это, танцуем это, поем это. В итоге пару лет еще поездила по Олимпиадам, сдала экстерном несколько лет образования, уже четвертый курс, я была, жила в Москве, и сдавала, просто приезжала на заочно, при этом числилась я на дневном. А это Кривой Рок, да, правильно? Да, мой родной город. Там ты, собственно, занялась-то когда-то танцами, и очень серьезно, и работала профессионально даже. Мама же сказала, не пой. А танцы можно. Да, у меня было две группы, по 50 человек я преподавала, мне было 15 лет. У меня были самые большие группы в моем городе тогда. Ну и не очень приятный случай судьбы решил все за тебя, да, получается? Была какая-то травма несовместимая совершенно. Ну сейчас уже по истечению скольки, семи, ой, каких семи, уже девяти лет, я могу сказать, что это благоприятная история в моей жизни. А тогда, конечно, это была история, которая просто изменила мою жизнь на до и после. А ты выполняла трюк какой-то, или что это было? Что произошло? Операции было. Получается, у меня разрыв не низко, но первая операция прошла как-то еще, ну, более-менее хорошо, все как бы было зашибись, я стала на ноги, очень быстро пришла в форму, мне все говорили не тренироваться, я продолжала тренироваться. Потом просто был уже какой-то срыв, но на том же колене, растяжение мелкое или что-то еще в такой мелкой стилистике. А уже потом опять повторный разрыв, уже все, толком не ходила. От родителей скрывала, эластичным винтом замазывала швы от операции, ходила по квартире хромала, говорила, что просто потянула ногу. Самостоятельная девушка. Ну, тогда же это наверняка была трагедией, да, своего рода? Для меня стала трагедией тогда то, что я очень хорошо помню день, когда я лежу в больнице и объясняю своему шоу-балету, что я больше не могу тренироваться. На что весь шоу-балет просто настраивается против меня и говорит о том, что они... Ну, я музыкой сразу параллельно прямо начала заниматься, получается, и они сказали, что я просто хотела заниматься музыкой. А так бы сразу и сказала, что мы тебе надоели. Да, вот, вот, вот. Я их всех кинула. Слушай, мы не кидаем нашу музыкальную тему. Давайте позанимаемся музыкой, да. Кинь хорошую песню в офер-страны. Программа «Концертный зал» Мари Крайм. Так, какую песню хотите? Такое грустное настроение, она навеялась. Почему сейчас душа лежит? Так, чтобы как-то синтонно все было. Давай, давай дым. Андрей начинает. Мама Мама Разговоры на чистоту Мама У него руки все в тату Мама Это драма моя Не грамма вранья Мама А всегда говорила, ты помнишь? Ты помнишь, чтобы верила я в мечты после Расставанье измен прощала, прощалась, но просто Он тоже любит им И так легко, как с ним Мне не было с другими Так просто, все просто А-а-а-а-а-а-а-а-а-а Мама, засыпаю под утро, я рано В этом городе без огня странно Люди пьют алкоголь после спорта А я в аэропортах, в письмах Где сама себе на умные мысли Зарифмуются в голове мы с ним Независим, не висним в вопросах Почему нам друг с другом просто? Он тоже любит дым И так легко, как с ним Мне не было с другим И так просто, всё просто Он тоже любит дым И так легко, как с ним Мне не было с другим И так просто, всё просто Всё просто, так просто Он тоже любит дым И так легко, как с ним Мне не было с другим И так просто, всё просто Он тоже любит дым И так легко, как с ним Мне не было с другим И так просто, всё просто Всё просто Так просто, всё просто Всё просто, так просто Все просто. И снова, друзья, мы возвращаемся в эфирную студию телерадиоканала «Страна ФМ». Сегодня у нас в гостях Марик Раймбрери. Ребята, вы сейчас, конечно, смотрите нас, видите необычайно красивую Мари с этой потрясающей кепки розовой, естественно, буковка «М». Чтобы вы понимали, чья это кепка, чтобы она никогда не ушла. Таких коротких юбок у нас еще не было. Да, все это шикарно. Почему тебе не нравятся мои юбки? Мне очень нравится. Он очень любит, Роман любит короткие юбки. Что это правда? И красивые ножки. Слушайте, это нормальное явление. Но, между прочим, друзья, а начиналось все когда-то с костюма большого торта гигантского. Да. Спасибо, что ты сегодня не в нем. А ты все это знаешь. Мама позвонила. Первый выход на сцену. Расскажи, пожалуйста, что это было за тур, за чем костюм. Мне кажется, ты общалась с моей мамой. Саша, не открывай всех карт. У меня, короче, даже есть видео. В общем, в 4 годика у меня было плоскостопие, меня решили отдать на танцы. Я была очень жирным ребенком таким, то есть у меня пузико, естественно, было. Но я никогда не любила в последней линии танцевать. Как бы я приходила, я вставала в первую, говорила, я маленькая, поэтому мне ничто там не видно, и я буду стоять здесь. Ну, как бы, хотите или не хотите. И был танец, назывался он «Каравай», и там нужна была девочка, которая выйдет в костюме тортика, пройдется, просто там поприседает и уйдет. Какая френичка. Ну, естественно, это было я. Представьте, это была главная героиня вечера. Я вышла с такой огромной улыбкой, просто в костюме огромного торта. Мне так понравилось, я вышла на сцену, всем поулыбалась. Мне кричат, Марина, уходи, я стою дальше, улыбаюсь. Это правда было, если что-то очень круто. Это был роскошный дебют. Вот видишь, как желание все-таки быть самой лучшей, это с самого раннего детства. Да. То есть уже характер был, он не принес. Мне всегда хотелось быть самой лучшей для своего папы. Это вот я помню очень отчетливо, это касалось и отношений, и музыки, и всего остального. Он мне всегда говорил, не берись за то, в чем не разбираешься. Это же касалось и семьи. Если не умеешь сохранять семью, и не умеешь вести отношения с мужчиной, и быть с мужчиной, не начинай с ним жить. Это философские цитаты такие, Саша, прости? Да, наверное, ты тогда и спутника жизни свою выбираешь, по примеру, отца. Да, в таком случае. Просто там для тебя такой авторитет является. Да, при том, что мы... Это непросто. Мы толком, на самом деле, не очень были близки до последнего времени, пока я не переехала в Москву. А в последнее время я, в принципе, наверное, настолько стала на него похожей, что я оправдала каждый его поступок. Ты имеешь в виду характером или внешне? Да. И внешне, и характером очень похожи на папу. Хотя вот я смотрю на свои старые фотки, я там такая стрёмная, и когда мне говорили, что я похожа на папу, я думаю, что его уменьшали. А какие, на твой взгляд, главные достоинства у папы, которые ты ищешь тоже у мужчин, какие должны быть обязательно? Он вот прям, знаете, как объяснить, он мужик. Я не знаю, чем это еще можно объяснить, какими чертами характера. Что, у него там татуировки, он все... Нет, я визуально считаю, что... Я визуально людей вообще не делю. Не знаю, почему. У меня есть очень много друзей, знакомых, там, мужчин, которые выглядят как там люди нетрадиционной ориентации. Ну, не брутально, скажем. А сами, на самом деле, и по поступку по всему остальному самые настоящие мужчины. И наоборот. Я знаю очень много таких брутальных мужчин, которые очень намного презентуют даже в моей жизни, а по итогу это просто хлюпики. Ох, как непросто. Скажи, кому в 15 лет ты посвятила книгу стихов хлюпикам, брутальным мужчинам? Ну, что это было-то? Слушайте, вы вообще, вы прям по моим старым местам. Я выпустила книгу в 15 лет, вот так вот. Да, в 15 лет я выпустила книгу, и, кстати, ее спродюсировал мой родной брат. Огромное ему спасибо и привет за это. Привет за это. Нет, огромное спасибо за это и привет ему заодно. Я заслужил привет. А где он сейчас у тебя? Как его зовут? А? Где он сейчас у тебя находится? В Киеве живет. Он живет в Киеве. У него жена и двое детей, поэтому, понимаете, как мне трудно объяснить брату, что ты творческий человек, и я не хочу пока выходить замуж. Но ведь тогда ты, получается, он единственный, кто в тебя поверил. Да. И, в принципе, я знаю, что он всегда в меня верил, хотя у нас очень непростые отношения, но я прекрасно понимаю, что наши непростые отношения из-за его переживаний за меня. Потому что я все-таки младше, я на 6 лет младше, и как бы там ни было, родители в наше время, когда мы были маленькие, они не носились с нами так, как сейчас современные родители носятся. Нас как бы выжили, и, слава богу, оставили дома у меня с братом старшим. У него 6 лет, у меня там сколько, пару месяцев. Со мной сидел брат, и как бы родители не парились. Скажи сразу, какой ты будешь мамой? Ой, я боюсь даже это представить. Я вообще вот недавно обсуждала как раз у Андрея двое детей. Так. Да. И мы сидели с его женой. Ты приходишь, мастер-класс берешь. Да, мы сидели с его женой, обсуждали тематику того, что я вообще против, чтобы дети в школу уходили. Для меня стало огромной неожиданностью, что я приду к такому выводу, потому что я, когда смотрю на современных детей в школах или где-то еще, у меня прям вообще какой-то шок случается. Я не понимаю, как так можно, когда ребенок там в первом классе, или он матерится похлеще меня, при том, что ладно, ну мне окей, нельзя материться, а девочка. Стоит какая-то девочка маленькая, она такими матами гнет, везде посылает. Дети в третьем классе уже спят друг с другом. Что вообще-то происходит? Ну, это есть, знаете, такие родители, которым это тоже нравится. Я старовер. И вот видео какие-то выкладывают в интернет, где дети матерятся, все смеются, хлопают в ладоши. И всем очень смешно. Я вообще этого не понимаю. Мы тоже этого не понимаем. Я очень хочу, чтобы ты рассказала про книжку немножко, ту самую, которая была у тебя уже в 15 лет. Я тебе ее привезу даже в следующий раз. Супер, замечательно. Она называется «Наедине с небом», и мне тогда казалось, что я очень сильно влюбилась. То есть все стихи были про любовь, конечно. Конечно, но они такие ужасные. Книжку покупали в итоге? Книжку покупали, раскупили весь тираж, который у нас был, конечно. Надо пересдавать. Не-не-не, надо нормальную. Я хочу нормальную книжку теперь. Пока Мария думает о песне... Кстати, да, книжка будет, о ней попозже поговорим, пока песня. О книжке. Сейчас песня у нас. Следующая песня. Давай эту. Вот эту. Мария показывает список Андрею. Мы понимаем, как общаются музыканты, да. Ой, вы бы слышали, как мы общаемся. Ты слышишь голос где-то там внутри. Он тебя просит просто так уйти. Ну, разве можно чувства нам забыть? Скажи, тем не менее. Сменяешь чувства вы и поешься. Нас разделяют страны, города. Как я хочу сказать, что я твоя. Мы останемся в городе одни, Убегая одних, одних, одних. Фантомами ночи поцелуй, Закричи, танцуй, танцуй, танцуй. Как, 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 как ты? Я слышу твой голос и так хочу На брате признаться в потоке чувств, Но помолчу еще чуть-чуть Ты знаешь, что самые те факты Я так уникальна, когда твоя Самая сумасшедшая Скажи мне только давай навсегда Мы останемся в городе одни, Убегая одних, одних, одних. Фантомами ночи поцелуй, Закричи, танцуй, танцуй, танцуй. Останемся в городе одни, Убегая одних, одних, одних. Фантомами ночи поцелуй, Закричи, танцуй. Ну, немножечко, Леша. И только лишь со мной она так уникальна, Так уникальна, ага. Она мой алкоголь, что берет моментально, Давай навсегда. И только лишь со мной она так уникальна, Так уникальна, ага. Она мой алкоголь, что берет моментально, Давай навсегда в городе одни, Убегая одних, одних, одних. Фантомами ночи поцелуй, Закричи, танцуй, танцуй, танцуй. Останемся в городе одни, Убегая одних, одних, одних. Фантомами ночи поцелуй, Закричи, танцуй, танцуй, танцуй. страна fm все к лучшему студия 89 и 9 концертный зал ведущие александра хайрулина и роман шахов вот так то программа концертный зал это был медленный танец александра ну конечно все узнали эту песню в оригинале который звучит с lx24 потрясающе красивый клип и замечательный дает конечно даже кто не узнал потом как-то так услышали слова немножечко лёши перед словами lx24 невероятно какие-то теплые у вас отношения многие говорят о том что вас связывают романтические отношения я думаю об отношениях всегда должен быть говорить мужчина правильно так понятно в паре решается мужчина но ты же тоже даже принимаешь решение согласны быть с ним или нет и конечно девушка принимает решение я говорю о публичных заявлениях если делать какое-то заявление все таки женщина она должна идти за мужчина она замуж выходит она выходит за мужчину я всегда считаю что на первое место нужно пропускать человека которого ты все выбираешь но в любом случае то о чем мы можем судить у нас было алексей в гостях и когда он произносит во время у него невероятно блестят глаза у меня блестят блестят сияют даже козырек не спасает все видно поэтому да пусть каждый догадывается обо всем сам будут ли какие то у вас еще совместные работы до ближайшее время притом я не буду говорить название песни но у нас уже все на стадии сведения мы готовим прекрасную песню написали ее опять таки совместно не то чтобы у нас кто-то один пишет мы все пишем каждую свою партию притом написали абсолютно спонтанно собрались делать он не скинул демку свою я говорю класс я хочу сюда вписаться и мы собрались писать здесь буду я а девочка из торта не уступит я вообще сказала что дуэтом с другими артистами не очень люблю и мы в итоге сидели делали одну песню лёш психанул говорит слушай андрей поиграть на гитаре андрей начал играть и мы написали абсолютно прекрасную композицию которая отличается от всех от всего моего творчества всего его творчество мне кажется она будет нереально красивой а никто не сомневается в кстати что касается дуэтов мари всегда абсолютно на вопросы журналистов а с кем вы хотите все дуэти всегда отвечает одно и то же не с кем не хочу не мне ты все и не буду ни разу не чужие петь не буду потому что у самой полторы тысячи да ну так и есть и новый альбом должен выйти немножко задерживается выход альбома к сожалению да у нас альбома задерживается на самом деле все знают о том что музыка выходит в интернет она должна продаваться на цифровых площадках потому что у нас постоянные проблемы с авторским правом мы недавно вот блокировали песню пьяну которая набирает 500 тысяч просмотров на чужих каналах и на ней зарабатывают деньги то есть я считаю что это неправильно и чтобы это пересекать за тобой должна быть компания которая все-таки занимается отслеживанием твоего авторского права и эта компания нас очень сильно подставила с датой выпуска альбома поэтому с ними отношения мы разорвали и сейчас в поисках других предложений вот как то есть конечно пока ты конкретную дату тоже не можете дату конкретно не могу сказать но сама очень хочу быстрее только потому что мы уже написали новые песни мы уже хотим следующий альбом писать мы уже не хотим даже это ждать я уже вчера еду в машине такая думаю капец уже эти песни даже не то чтобы не чувствую но уже новые есть уже их забыла да уже хочется новые выпустить а еще тот альбом откатывать придется а как откатывать у тебя вот концерт в петербурге да по моему скоро вот прошел в якутск наоборот ближайший сургут можно отслеживать у тебя где в контакте у меня гастрольный график указан в контакте но и в основном в инстаграме под фотками пишу просто я не люблю афиши выкладывать вообще мне не нравится как я получаюсь на афишах всегда а в инстаграме в инстаграме я просто выкладываю какую-то фотку на которой я себе более-менее нравлюсь из ста отфотканных как бы и пишу под ней там дату и концерты ближайшие которые будут ну надо сказать еще не только фотографии можно найти клипы мари в интернете также на ютюбе можно найти документальные фильмы очень интересные пока их не так много пока они не такие длинные продолжительные но достаточно откровенные вот там видно что-то действительно то что думаешь что и говоришь что-то очень глубоко думаешь на самом деле как может быть многие там не знаю догадываться или нет на самом деле идея снимать документальные фильмы мне прислала очень давно и я вообще всю жизнь насколько вот сколько я себя помню я любила боевики и документалки все мне больше ничего не нравится комедии мне не нравятся драмы в принципе ну триллер еще более-менее как-то переношу я всю жизнь смотрела документальные фильмы успешных людей и меня это всегда вдохновляло мне вообще чужой успех очень сильно вдохновляет я не независтливый абсолютно человек я наоборот если у кого-то вижу что-то крутое я прям говорю капец хочу себе такое же и у меня это по-любому будет я это прекрасно знаю и документальный фильм когда мы сняли самый первый это был просто такой рассказ я не знаю как это назвать может это даже не документальный фильм но а как назвать просто интервью откровенно видеоблог до видео дневник какой-то но все равно там есть какие-то кадры это относится к стилистике документальной там есть абсолютно личные кадры которые даже с лексом вошли это кадры снято на мой телефон который не он не я не выкладывали просто уже спустя год в шлемах в том числе да это мы были еще на съемках мы останемся в городе одни мы катались там на картинке в клипе и в моментах там перерыва какого-то я подошла к нему с телефоном стала снимать но также будет еще и автобиографическая книга во всяком случае ты в одном из интервью карел поговорим чуть позже и о той книге которая будет и мари узнаем сейчас песня а чё давай пьяную ну наконец-то все ребята все тихо тихо заряжаем записываем поем трезвенький чуть-чуть переделали вдвоем к станье то достаем зачем тебе говорить как есть мне очень стыдно за эту слабость ты с недостатками мне нравишься весь моя первая за годы радость стой 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 мне снились твои черты бой 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 мужчина моей мечты а что я не буду такой vara у меня пони того я прошло да билет Connect'm up p From The Life On P Я туда курю, боюсь любиться, но по-моему уже люблю Тебе мой нравится рваный стиль А мне по кайфу так твоя свобода, твой экстрим Перелюблю остальных и теперь буду лишь с ним У всех там океаны, а у нас уже штиль Будет, 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 но я никогда не скажу тебе прямо Люди, 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 хочу, но сопротивляюсь Все прямо просыпаюсь, обновляю в ватсапе, но мне Значит вина он купит, ты полюби меня пьяною, пьяною Мне лишь тогда хватает силы, я говорю Не отвози домой, сама доеду, докурю Боюсь любиться, ну а вдруг я уже люблю Ты полюби меня пьяною, пьяною Мне лишь тогда хватает силы, я говорю Не отвози домой, сама доеду, докурю Боюсь любиться, но по-моему уже люблю Пьяною, пьяною, пьяною Ага, пьяною, пьяною Пьяною, пьяною Ты полюби, ты полюби меня пьяною Мне лишь тогда хватает силы, я говорю Не отвози домой, сама доеду, докурю Боюсь любиться, ну а вдруг я уже люблю Ты полюби меня пьяною, пьяною Мне лишь тогда хватает силы, я говорю Не отвози домой, сама доеду, докурю Боюсь любиться, но по-моему уже люблю Уже люблю Браво Мари Крайнбрэрэ, концертный зал Телерадиоканал Страна ФМ Мне кажется, под эту песню сейчас бы здесь танцевал Сергей Шнуров даже Ну что надо сказать? Ну вот он мне нравится Ну хит, хит написала Когда-то на твоих концертах распевали «Давай навсегда» хором А теперь чуть ли не пьяно победила песню, да? Теперь ее... Слушай, она победила такие, я «Шазам» смотрела вчера В «Шазаме» уже у пьяной определение больше, чем у «Давай навсегда» При том, что пьяной гораздо меньше по времени Ей сколько и меньше года Она вышла в апреле прошлого года Еще даже как бы февраль ей закончился Как ты думаешь, чем связана популярность песни? Пьяная? Ты полюби меня пьяная Тем, что все в стране бухают Это непроверенная информация, я обращаюсь к нашим слушателям и зрителям Это по информации источников Мари Краймберли Я так хочется, чтобы тебя полюбили, вот такой, как и ты, есть спеешь С пятницы, во воскресенье Давай спросим, как Мари провела новогодние каникулы Ой, я с удовольствием могу рассказать, как я провела новогоднюю ночь Начнем с того, что я, во-первых, не выпила даже шампанского Ну а кто? Автор песни «Полюби меня пьяную» Она за рулем И в последнее время я вообще не пью Ты была снегурочкой? Или почему? Почему ты не пила ничего? Ты была снегурочкой? Нет, у меня был концерт Естественно, перед концертом я не позволю себе даже вина Но у меня на паркинге стояла машина А я стояла возле своего подъезда Ждала, пока мне выгонят машину из паркинга Просто идет бухой охранник с бутылкой шампанского Новый год, Новый год, да, так бы нет, конечно Салютик такой где-то меркает И у меня не заводится машина А мне через 40 минут нужно быть на ВДНХ На концерте было, да И в итоге мы поймали такси Просто и ночью еле-еле вообще успели на концерт И прилетели просто уже в этот парк Давай уже побыстрее на эту сцену Еще концерт на улице, я в шубе А сама полночь-то где тебя застала? Вот возле подъезда как раз Когда мне сообщили, что машина не заводится Вот это да Мне 40 минут ехать было до ВДНХ И я как раз ровно 0000 вышла И проснулась я, в принципе, за час до этого В общем, ни оливье у меня не было, ни шампанского, ничего Ни шалютика, елки дома Ну можно же было потом, после, или первого хотя бы января Как-то нет? Вообще, первого, второго и третьего концерты были Срочно надо устроить Мари Новый год, ребята Да, это мой любимый праздник Подарите мне елку Кто слышит, Леша, Алексей, значит Давай что-то делать срочно, ничего Притом он мне прислал фотки Это Андрей, я показываю, да Да, к нему наконец-таки переехала жена И она ему наготовила кучу там оливьешек Всяких селедки под шубой Там всяких таких салатиков А сама любишь готовить? Да, очень Что у тебя, коронка какая? Я больше всего люблю готовить блинчики Поэтому у меня коронные блинчики со всеми видами начинок О, Боже мой А так вот я и торты пикую, борщи готовлю Все в гости пойдут к тебе Так, на масленицу я сама приеду к вам Спасибо Привезу вам блинов Ну, про книжку обещали, автобиографическую Ты бы обещала как-то в одном интервью, что уже буквально год А я не просто обещала, я еще и сделала Значит, ты уже работаешь, да, над этим? Конечно У меня в книжке написано больше 200 страниц уже Но это как раз-таки 200 было и написано полгода назад Я очень давно за нее не садилась Я уверена, я даже знаю, когда я ее допишу до конца Я уверена, что на это еще и пару лет Ты не будешь ждать там 50-летие творческой деятельности, разумеется, нет, да? Для выпуска этой книги, я имею в виду, нет? Нет Пораньше Пораньше, думаю Как она начинается? А? Как начинается твоя книжка? Она начинается с травмы Как раз этого периода Да, она начинается с момента, как, в принципе Наверное, первая смысловая нагрузка ее заключается в том, что Не все, как мы себе представляем жизнь в самом детстве Не все получается все-таки так И все говорят, что все в твоих руках Все зависит от нас самих Есть, да, такая популярная фраза Это абсолютно неправда и абсолютный бред На самом деле много факторов есть в жизни каждого человека Который никак не зависит от нас самих Пишешь о судьбе, в общем, в начале книги Да, но я пишу о том, что единственная фраза, в которую я верю, это все, что не происходит, все к лучшему А у нас, знаешь, слоган страны FM Все к лучшему Конечно У нас так и все называется Получается, что твоя книжка, это не просто автобиография, которая вот я такая прекрасная, чудесная, смотрите А это своего рода еще и помощь, и наставление, скажем так, людям, которым либо что-то происходит в жизни, переломные моменты, либо не хватает уверенности какой-то В принципе, вся книжка построена на переломных моментах Я не могу припомнить за последние лет 9, наверное, когда я была на 100% счастлива И поэтому там постоянно какие-то скитания, постоянно какие-то переломные моменты и постоянно выходы из этих ситуаций Всегда очень странные У нас такая серьезная тема, глубокая Мотивационная книжка, Саша Да, но сейчас есть момент для очень яркой вспышки, радости в программе «Концертный зал» на телерадиоканале «Страна FM» У нас на связи есть молодой человек, очень талантливый, симпатичный, хороший, знаешь, что к тебе относятся очень хорошо Лёш, привет! Привет, ребята! А, привет! LX24 на связи, друзья! Где? Да, вот так! Видели вы сейчас глазки Марии Лёш, где мы тебя застали? Скажи нам, пожалуйста Вы застали меня дома, дома, в одном городе «Спортс» Лёша дома Я как раз пришел со студии, вот сейчас отдыхают Пришел со студии, отдыхает дома Мы только в ваших наушниках Можно сделать Лёшу в наушнике, Марии, да? Есть, есть, есть Лёш, мы, на самом деле, конечно, поговорили о тебе Вот видишь, как ты, не знаю, чувствовал, не чувствовал, но мы говорили о тебе с Марией и послушали песню Ну, правда, без тебя, но Мария честно сказала, сейчас, а сейчас немножко Лёшей И Лёша, да Все было объявлено, действительно А вообще, знаешь, мы попытались узнать, Мария, какие же отношения у вас все-таки связывают Есть ли у вас там место для романтики? Знаешь, что нам Мария ответила? Да Да? Знаешь? Немножко опасливо спрашивать, Саша Нет, нет, ответите, пожалуйста Она сказала, что пусть об отношениях говорит мужчина, я вам ничего не скажу Мы, собственно, и стали срочно сразу же тебя набирать Ага Итак Сейчас мне нужно ответить на этот кавержный вопрос Это жизненный вопрос, Лёш Хорошо, жизненный, да Окей Давайте я как-нибудь красиво заверну Вы знаете, всегда есть место романтики И в данном случае не исключение Далеко не исключение Романтика, да, это наше все В данном случае Спасибо, ну, как мог справился, Александр Я могу сказать, все хорошо, все хорошо, ребята Все хорошо, все спокойно Если бы ты видела, как Мария сейчас Сначала сжала микрофон, потом нежно, нежно поглажет В общем, скучаем мы все по тебе И ждем с нетерпением вашу новую работу Мария нам открыла секрет, что очень скоро что-то бомбическое у вас совместное появится Может, ты нам расскажешь? Поподробнее расскажешь Да, совсем скоро мы уже практически закончили работу над новой композицией С Мари Кранбурей, да И это будет очень как раз-таки романтично Очень И еще один вопрос Скажи, пожалуйста, какое самое любимое блюдо, приготовленное Мари, для тебя любимым является? У тебя есть такое любимое? Что она делает лучше всего лишь? Хитро так старается На завтрак, на завтрак Леша, не отвечай, Леша, это провокация Вопрос с подвохом Я сразу это понял Вы знаете, все блюда Марии прекрасны Вот так, конечно, кто бы сомневался Леша молодец Леша, ну спасибо тебе большое за то, что ты вышел с нами на связь Огромное тебе спасибо Еще раз приходи к нам в гости, мы тебя будем ждать И, конечно, знаете, когда вы будете ждать еще и в дуэте Когда вы наконец-то выпустите ту самую свою загадочную новую работу Мы уже как-то должны были вдвоем приехать Вы знаете, хочу сказать напоследок Во-первых, вам спасибо, ребята, рад вас слышать В очередной раз Взаимно очень Спасибо Спасибо Мы встали настроение в конец рабочего студийного дня Вот, ну и, конечно же, во-вторых А может быть, это и было, во-первых Надо было поменять местами Я хочу передать привет Марии, привет Эй, бэй Эй, бой О, боже Мы сейчас должны встать и уйти Просто оставить их наедине Какой флер повис в нашем эфире, Александра Супер, вообще Леш, спасибо еще раз Счастливо Мы тебя очень ждем Приезжай, пожалуйста, к нам в гости Будем очень рады Ну вот, спасибо большое ЛХ24 было у нас только что на связи Все настроилось по романтику Романтику, бабочки полетели Цветочки Я не ожидала Девочки, давайте соберемся Испоем У нас музыкальная программа И теперь надо спеть Так, а у нас-то теперь песня грустная Недельно грусть не тянет Ну, давайте поменяем плейлист В конце концов, что нам мешает Давайте что-нибудь веселое А что у нас веселое? Надо Андрюше правильный знак Глазами подать, чтобы он Что? Можно запремерить Да, конечно Ну, Красная Луна есть грустная песня У нас, в общем, есть песня Которую мы написали вчера Вот так вот, свежачок Да, мы ее написали вчера Она, естественно, не вошла в альбом Не, ну как, мы ее написали Просто вчера, вчера Вот где-то в таком Ну, расскажи, да, вот Как так получилось? На самом деле Этим летом была Красная Луна Кто не застал, я не знаю Был такой день, когда Была прям полна Луни Это была Красная Луна Я очень сильно испугалась Влезла в интернет В гугл, во все остальное То есть ты сначала увидела А потом стала уже выяснять, что это такое Я не испугалась, потому что мы как раз ехали в дороге С какого-то концерта Думала, Марс прилетел, да? Я вообще Вы когда-нибудь видели Красную Луну? Просто интересно Ну, солнце, да Не полна Луни, а прям когда вот ночь И красная огромная Луна Наверное, нет, да Это называется День Кровавой Луны И это типа день, когда все силы на небесах Борются между собой и побеждают сильнейшие Ну, что-то типа такого в «Мистике» его написано И в этот день в моей жизни Ну, он мне запомнился очень сильно Я его очень хорошо помню, очень отчетливо И помню его не только из Луны Но он положительно запомнился? Положительно закончился Запомнился Самое главное Да, запомнился положительно И песня Красная Луна Она на самом деле о тех воспоминаниях О воспоминаниях именно того дня Поехали Супер, она войдет в твой новый альбом? Нет Нет, она войдет в следующий новый альбом Она войдет в следующий новый альбом В следующий новый альбом Но я пообещала своим поклонникам Что если им понравится трек Мы его выпустим вне альбома Вообще в ближайшие дни С огромным удовольствием слушаем Супер премьера на стране FM Красная Луна Мари Краймбер Программа концерна «Зам» Мы как и она Она Мы как и она Редкие Встречи и разговор Лучше бы кричали подкрепкие Смотрели мимо бы но в упор Сколько тебя ждать заново А не тебя сколько обнимать Я тебе всего самого Сумела лучшего пожелать Когда ты увидишь красную луну Еще хотя бы раз Это будет знак, что наяву Твой мир в моем еще не погас Когда ты увидишь красную луну Еще хотя бы раз Это будет знак, что наяву Я не погасла Приходи всегда День и ночь Скажи, что не на своих местах Я тебя пойму и смогу помочь Это важнее, чем в паспортах Штампы и слова Штампы и слова Ничего Помнишь, луна светит красным нам Помнишь, как мурашки А от кого Теперь они по твоим рукам Когда ты увидишь красную луну Еще хотя бы раз Это будет знак, что наяву Твой мир в моем еще не погас Когда ты увидишь красную луну Еще хотя бы раз Это будет знак, что наяву Твой мир в моем еще не погас Твой мир в моем еще не погас Мой мир вдвоем еще не погас Твой мир в моем еще не погас Страна ЭПМ Все к лучшему Концертный зал с Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым Спасибо! У нас сегодня красный Прекрасный день календаря Сегодня в концертном зале Мари Краймрери Спасибо тебе большое За то, что ты Ну, это же так трепетно Очень ответственно Не знаю, взять И предоставить премьеру Возможность послушного Это вам спасибо Спасибо! Очень красиво! Я думаю, что Песня должна быть Мне кажется, надо ее Отклик очень-очень сильный Надо ее выпускать синглом Думаешь? Музыкальный критик Я бы выпустил Так, в ротацию пойдет? Скажи, пожалуйста Скажи, пожалуйста, вот что Какая будет у нее аранжировка? Не будет ли там Место фортепиано? Вот как ты считаешь? Возможно Я считаю, что там Должно быть фортепиано На самом деле Вот честно Мое мнение Я ее очень хочу сделать С баяном Подождите Вот это откровение Я очень хочу, чтобы там были Клавиши, баян И очень современный бит Поэтому посмотрим Если мы дозвонимся Нашему баянисту Который нам в альбоме С удовольствием Прописал один из треков Прямо сейчас? После связи? Нет Созвонитесь, пожалуйста Сейчас недостаточно У нас длинные руки Поэтому Мари, ты рассказываешь Очень много Говоришь очень много В интервью о том, что Ты разочаровалась в русском рэпе И вообще не веришь в него И не любишь Ну не то, чтобы разочаровалась Я не понимаю, в чем разочаровалась О чем разговор Так, сейчас они еще больше Обиделись А ЛХ-24, Леша Он тогда, по-твоему, относится к кому? Нет, он не рэпер Вообще, на самом деле Я же говорю всегда о том Что есть русские рэпер Которых я слушаю И более того У меня есть совместные песни с СТ И я считаю, что он рэпер Да, конечно Письма у нас офигенно изучит История в эфире Да И как бы Я слушаю более того Не только нашу совместную песню Я слушаю очень много треков Из его творчества Я слушаю Басту Я слушаю Нагана Я не беру ли так В общем Есть такие рэперы Которые там могут даже смешные Какие-то тексты читать И это будет прям круто Смешно и весело Ну для меня, в примере Главная претензия у тебя тогда У меня главная претензия К двум темам Это ты ушла Потому что у меня не было денег И ты ушла к богатому Или я богатый Очень четкий пацан И, короче, ты очень пожалеешь Что вообще ты со мной Как, блин Как заменить это слово Ну, в общем, вы понимаете То есть две темы Которые по-разному рифмуют Мусолят И пытаются выставить Я, в общем, знаю людей В нашей стране рэперов Которые ездят на метро Которые кушают шаурму Которые живут на улицах И читают, как они снимают Тёва Кубе И тратят миллионы денег В общем, я против этого Я против понтов А какие бы темы тебе хотелось Тогда слышать в рэпе? Да, любые темы Которые будут реалистичны Мне очень нравится, допустим Эльван Мод Я им верю Я их слушаю Я кайфую Я понимаю, что они читают О своей жизни Какая бы тема это ни была Я против того рэпа Который на каждом углу Предлагает мне фит И пишет мой вокал В припевах Вот я против этого рэпа Я против неестественности Вообще я против какой-то музыки Которая написана была абсолютно неискренней Ради того, чтобы это просто стало хитом И даже хитом это поэтому не становится Потому что это неискреннее То есть за иллюстрацию настоящей жизни, Александр Реальной жизни Ну хорошая, популярная музыка Разумеется так Есть еще, оказывается, одна в твоей биографии Такая интересная деталь Я не узнала только сегодня Вот в гримёрке буквально Ему говорят А я же шью одежду Не, ну не то, что шью У меня был период, когда я реально шила Прям одежду Прям вообще все костюмы Сейчас я сотрудничаю с дизайнером С Мариной Ластовкой И как бы уже там большинство одежды Естественно, делает она Я в основном рву, все крашу, рисую Да, Марина рассказывает тоже Говорит в своих фильмах как раз Что Марина любит все рваная, драная Блестящая и короткая Очень просто угодить ей Да, короткая, рваная, все Она постоянно приходит и там говорит Типа, ну Марина, это же будет неадекватно Я говорю, ну круто, да? Вот так неадекватно и съём И она уже ко мне привыкла Эмоционально, скажи Я всегда за что-то такое крэйзи Дизайнер, автор, исполнитель Мари Краббери Мари, что мы послушаем сейчас? А давайте мы без стекилы Споём песню с стекилой Я думаю, он не обидится Он будет только рад Я у него спросила в WhatsApp Я говорю, Саш, можно твою партию спою? Саша обещал посмотреть, как ты будешь выступать? Саша обещал посмотреть, как ты будешь выступать? Я ему обещала скинуть видео Не знаю, смотрит ли он эфир Я думаю, ему не дай эфир Видео будет уже непременно завтра Слушаем Слушаем А это у нас должен ещё пианика А, у нас ещё должно быть, да В сопровождении фортепиано Внесите, пожалуйста, Тароель в студию Хочешь попробовать это время в кредит? Давай один раз навсегда, ведь знаешь, время быстро пролетит Условные рефлексы в метре С тобой не тесно В условном месте пустяк Лишь бы всё честно Давай оставим нам всегда внутри То, что не своими силами мы в чувства привели Пускай останутся все шансы на ошибки От начала до конца Всё прошито самой крепкой ниткой Ну а вдруг повезёт В этот раз буду твоя звезда И всю жизнь буду верная Как сейчас Давай навсегда Ну а вдруг повезёт В этот раз И всегда буду верная Для меня глаза всегда хрусталь Для людей стекло Уже сама стала, как сталь Просто не везло Кофе натощак Вспоминаю тебя в мелочах С голубыми глазами В белом Идеальным целом Прочь Гуляю всю ночь Сама по себе Закрытая внутри Характер, беспредел Дрожь Зачем это ложь? Так близко не дожь Я привыкну А ты, может, больше не придёшь Давай навсегда Ну а вдруг повезёт В этот раз Буду твоя звезда И всю жизнь буду верная Как сейчас Давай навсегда Ну а вдруг повезёт В этот раз Буду твоя звезда И всегда буду верная Верная Давай навсегда Ну а вдруг повезёт В этот раз В этот раз Буду твоя звезда И всегда буду верная Как сейчас Быть с тобой до конца Меньше слов Взгляд в глаза Мы хотим Получить ответ Но его между нами нет Быть с тобой До конца Меньше слов В взгляд в глаза Фортепьяно, кстати, Алексу Дави Спасибо большое Он, к сожалению, не с нами Но мы слушали, да Блестящий музыка 17-й год, по идее, только начался У тебя какие ещё замыслы Кроме альбома Вот на этот год Второй альбом Второй альбом Сразу же ты хочешь в один год выпустить? Да, хочу в один год выпустить Хочу этот альбом Чтоб он до лета вышел Ну, в смысле, в феврале вышел И до лета уже своё отзыв Остались только хиты из него Которые выстрелили И быстренько людям показать то На чем мы работаем уже очень давно То, где будет красная луна А ещё Прошедшей осенью Минувшей осенью Ты говорила, что Дальше будешь танцевать Что будут танцы Что-то связано с танцами Какой-то новый проект Ты готова рассказать? В принципе, альбом будет танцевальным На самом деле Вот оно что У нас там половина песен новых Они все сделаны в такой танцевальной стилистике Абсолютно не свойственные мне И там почему-то во всех треках Как мы уже переслушивая альбом Поняли, там присутствует слово Вино И там присутствует слово Уеду или отвези Или что-нибудь ещё Просто ведь Я осенью села за руль И осенью дописала альбом Поэтому как бы Я постоянно в дороге писала Пишу правду Но весь альбом будет танцевальным Мария, спасибо тебе огромное За твою искренность За то, что ты очень настоящая За улыбку твою Невероятно обаятельную Красивую Эти светящиеся глаза Спасибо, Андрюш, большое И за творчество Успехов тебе хочется пожелать У нас время крайне мало А мы что-нибудь успеем ещё или нет Или Успеем одну песенку Если ещё чем-то порадуете Можно фрагментом даже Как-то так Давай фрагментом Чё начнёшь играть, то и спою Рубрика музыкальная Ждём, пусть мы скорее выйдет твой альбом Даже два Ждём Даже два Мари Крэмплили, концертный зал Друзья, страна ФМ Всё по-лучшему Да, только поспокойнее Дашь мне куплет? Не гони, Андрюша, не гони Да мне не по погоде Даже обидно Сегодня в городе минус А мне не стыдно не спать до утра И пополам делить не выпавший снег Скучать по нам и на повторе Слушать этот трек Я грубая, я матом Я от тебя куда-то Мне всё это неприятно Тоже не звони Мне тревожь, не поможет Я тоже ненавижу, что мы так похожи В СМС-скобки И пока в городе пробки Я собираю в коробки Моменты, что не вернут никогда Отвечаю сообщением коробки Хочу к тебе, но здесь пробки И даже нет остановки Тебя заменят случайные Меня заменят города и тусовки Марии Краймбери Спасибо огромное Концерт из нас красавицы Марии Краймбери Спасибо большое Ждем тебя в гости еще раз Обещаю обязательно До новых встреч Спасибо Дорогие друзья, спасибо, что были с нами Мы еще вернемся сюда